18 декабря 2009 года началась работа представительства Россотрудничества в Абхазии. В ходе российско-абхазского гуманитарного взаимодействия за 10-летний срок созданы десятки проектов, направленность которых затрагивала практически все аспекты социально-экономической и культурной жизни республики. Наша сфера, это сфера образования, науки, сфера молодежной политики, сфера культуры, отражает тот огромный потенциал российско-абхазских гуманитарных связей, которые мы, в том числе мы, в меру своих возможностей пытаемся развивать, но наша деятельность это в первую очередь ответ на запрос абхазского сообщества. Огромный запрос, который есть на усиление этих гуманитарных российско-абхазских связей, на их дальнейшее развитие. Особое внимание представительство Россотрудничества уделяет сфере образования в республике. Именно это ведомство занимается отбором абитуриентов на получение квот в российские вузы. Вадим Чехов в ходе пресс-конференции рассказал о трансформации конкурсного процесса и о том, какие специальности будут исключены из предлагаемого списка. Россотрудничества исчезли уже и в прошлом году, и я думаю, что в этом году не будет таких общепопулярных специальностей, как юристы, экономисты, как политологи, как международники и другие. В первую очередь речь идет о том, что разрез специальностей и направление подготовки абхазских абитуриентов должны соответствовать реальным потребностям экономики республики. В этом отношении, конечно, квота в большей степени из позапрошлого и с прошлого года и в будущем будет ориентироваться на такие сферы, как сервисы туризма, на сферы, связанные с биотехнологиями, с пищевым производством, на сферы, связанные с транспортом, с логистикой и другие, важность которых обусловлена экономическими потребностями. Руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии также рассказал о планах на следующий 2020 год. Предполагается дальнейшее проведение историко-патриотических и связанных с ними мероприятий, проведение, в частности, акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», тем более у нас в следующем году будет 75 лет победы. В этом отношении у нас запланированы и круглые столы, посвященные памяти о Великой Отечественной войне, и фотовыставки, посвященные отдельным событиям Великой Отечественной войны, и мероприятия по противодействию искажения нашей общей исторической памяти, касающейся Великой Отечественной войны. В сфере образования, конечно, планируется дальнейшее взаимодействие и с Абхазским государственным университетом, и проведение совместных и научных, и культурных мероприятий. Помимо вопросов о деятельности Россотрудничества, его руководитель Вадим Чеха рассказал о жизни в республике, о людях и о личном творчестве. Помимо руководства представительством, я являюсь долгое время, обладаю статусом научного работника, я доктор наук, и в этом отношении, когда у меня есть свободное время, я, конечно, стараюсь посвящать его научной работе, научному творчеству. Но, помимо этого, я с удовольствием хожу по улицам Сухума, отмечаю какие-то архитектурные особенности этого города, его неповторимое своеобразие. В Абхазии живут очень мудрые люди, люди талантливые, люди способные, с большими перспективами. В этом отношении тот уникальный человеческий потенциал Абхазии – это пролог к будущему процветанию республики. По завершению пресс-конференции Вадим Чехов поблагодарил журналистов за активное освещение деятельности представительства Росотрудничества в республике на протяжении всего периода, а также вручил памятный подарок информагентству «Спутник Абхазия».